всем добрый день сегодня мы свяжем с вами вот такую вот корзинку в форме сердца корзиночку можно подарить как самостоятельный подарок можно использовать как упаковку например сложить внутрь какую-то косметику красиво упаковать в общем вот такая вот интересная замечательная корзинка и так что нам для этого потребуется для этого нам потребуется донышко форме сердца трикотажная пряжа красного цвета для донышка вот диаметром здесь получается у меня 15 сантиметров нужно будет основного красного цвета 40 метров трикотажной пряжи второй цвет это розовый вот он здесь виде цветочков розового потребуется 15 метров но опять же говорю что это метраж для донышко в размером 15 сантиметров значит что еще значит крючок я буду вязать семеркой второй крючок для того чтобы прятать хвостики поменьше у меня это пятерочка ножнички какие-то цветочки бусинки для декора можно конечно обойтись и без них ну вот я пришиваю вот такие вот цветочки мне кажется что так смотрится интересная корзиночка ну и соответственно какая-то иголочка для того чтобы пришить эти цветочки и так приступим начинаем мы с обвязки донышка берем основной цвет красный неважно откуда начинать в одну из любых дырочек на кстати крючок поменьше еще нужно для того чтобы не только спрятать хвостики но и провязать обрезать донышко потому что крючок большой он не входит в отверстие поэтому я использую крючок всегда меньшим размером так приступаю значит в отверстие вставляем протягиваем рабочую нить протянули таким образом здесь у нас остается хвостик нужно сделать его чуть чуть поменьше обязательно чтобы он был большим и теперь хвостик перекручиваем за рабочую нить вот сюда под рабочую нить и делаем вот такой стежок соединительную петельку вытягиваем рабочую нить протягиваем через первую петельку дальше чтобы хвостик прятался постоянно мы его снова делаем под рабочую нить вот таким образом и снова делаем стежок соединительную петельку протягиваем протянули дальше хвостик а теперь хвостик делаем над рабочей нитью чтобы он держался чтобы он прятался над рабочей то есть было перед рабочей теперь над рабочей и делаем следующий стежок протягиваем и дальше хвостик прячем под рабочую нить под рабочую нить и снова делаем стежок вот и таким образом мы обвязываем все донышко хвостик при этом у нас вот здесь прячется связываем по всему периметру донышко довязываем до конца и я покажу как мы будем делать так я обвязала по всему периметру донышко никаких прибавок я не делала прибавки мы будем делать когда будем сейчас делать обвязку вот этой стороны и теперь мы делаем соединение многие отрезают нить делают соединение если вы привыкли так делать то ради бога я нет не отрезаю я оставляю ее и продолжаю и вязать соединяю значит вот этот хвостик который вот последние петельки вытягиваем вытягиваем примерно вот на длину ну где-то вот две с половиной вот таких петельки вытянули его дальше нам нужно крючок вставить вот в этот раскол вот только с обратной стороны то есть я вот вставляю в раскол с обратной стороны беру вот эту петельку длинную которую мы оставили протягиваю ее через раскол первой нашей петельки вытягиваю здесь поправляю таким образом и что делаем дальше рабочую нет еще раз говорю я не обрезаем мы ее делаем над петелькой вот этой над петелькой то есть таким образом и теперь последнюю наше отверстие которое мы провязывали я вставляю крючок и протягиваю вот эту петельку сюда большего то оно получилось сейчас я сделаю чуть-чуть поменьше так я потяну здесь поправим чтобы у нас косичка и еще раз рабочая петля над вот этой петлей и вытягиваем вот таким образом получилось вот так выглядит это с обратной стороны и теперь мы начинаем обвязку вот эти части донышка здесь мы уже будем делать прибавки сразу скажу что идеального количества прибавок нет такой формулы все делают по своему потому что начнем с того что у всех производителей донышек разное количество вот отверстий разное расстояние между отверстиями если у вас сердечек еще раз говорю здесь диаметр по длинной части 15 сантиметров расстояние между отверстиями где-то примерно 0 5 сантиметра если у вас точно такое же донышка вы можете воспользоваться моим расчетом прибавок если у вас уже расстояние другое здесь уже нужно будет экспериментировать и так где я делаю прибавки я делаю прибавки начинаю делать вот с вот этой вот округлой части делаю через две то есть вот здесь я оставляю вот эту часть я не прибавляю для того чтобы она немножко стянулась и и вот сердечко собралось сюда чтобы была вот форма сердца такая вот поэтому вот эту часть я не делаю прибавки я пропускаю 1 2 3 4 4 вот у меня получается я пропускаю и значит соответственно я буду здесь сразу 2 прибавки как мы обвязываем значит обвязываем первую петельку просто притягиваем обвязываем столбиками без накида то есть россия 2 я в это же отверстие то есть я уже делаю прибавку я протягиваю рабочую нить и делаю столбик без накида вот таким образом дальше 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 делаем два столбика без накида в каждое отверстие без прибавок раз два теперь снова делаем прибавку раз и в это же отверстие 2 столбик без накида у нас получилось мы здесь делали при бабочку дальше дальше вяжем 2 столбик без накида и здесь снова делаем прибавку один столбик и в это же отверстие делаем при бабочку второй столбик без накида и так мы вяжем до конца нашего изделия но помню что здесь вот раз два три вот это четвертый соответственно раз два три без мандера вот последняя прибавка будет здесь и еще один момент вот здесь на краешки вот на вот этом я делаю три прибавки то есть будет раз два три три столбика без накида в одно отверстие отверстие обвязываю потом покажу что делаем дальше покажу я довязала вода уголочкой как он уже говорила здесь я буду делать вот три столбика без накида вот таким образом раз 2 3 3 вот так и у нас вот здесь будет такой красивый поворот привязываем я обвязала нашу ножку по краю таким образом еще раз по при бабочку значит буду здесь вот это вот уголочек я не трогаю раз два три и пошли прибавки 2 и без прибавки 2 2 2 2 и здесь вот три вот в этой части и так мы приступаем уже сейчас к вязанию нашей боковой части я беру крючок уже основной семерочку и сейчас я буду соединять ниточку так как я уже говорила что я не обрезаю не я продолжила вязать этой же нитью так занялась уже пойдет в обратную сторону я переворачиваю рабочую нить я протягиваю вот сюда вперед делаем соединение вот в эту косичку нашего первого столбика я протягиваю крючок вот эту ниточку вот эту ниточку чуть-чуть вытягиваю и протягиваем ее через косичку первого столбика притягиваем притягиваем и а теперь косичку последнего столбика вот сюда я тоже вставляю крючок и эту ниточку я теперь вытягиваю вот сюда нужно ее сделать чуть-чуть подлиньше подтянули вот так тут лучше и вытягиваю таким образом такая косичка получается в итоге тоже здесь управляем и и теперь мы будем вязать за заднюю стеночку я беру вот за заднюю стенку первого столбика вставляю крючок сюда вставляю вот в эту же петельку то есть и начинаем наше вязание первый ряд это будут столбики без накида за заднюю стенку каждый столбик никаких при бабочку мы больше не делаем первая петелька петелька такая подъема и и вот поехали за заднюю стеночку каждую столбик без накида стеночку столбик без накида каждый и так по периметру всей нашей корзиночки мы вяжем первый ряд столбиками без накида за заднюю стенку вот у нас начинает формироваться стеночка здесь будет подтягивать но нам это нужно для того чтобы получилось вот форма сердечко такая и вяжем до конца нашего ряда вяжем так я провязала первый ряд и мы приступаем ко второму ряду дальше у нас пойдет узор галочки и галочки там раскола лично называются таким образом и нам нужно будет провязать раз два три ряда до вот того чтобы сменить нить и связать вот такой вот узор сейчас делаем соединение соединение делаем следующим образом вот в эту косичку первого нашего столбика верхнюю косичку мы протягиваем крючок вытягиваем нашу петельку и вот в столбик в первый столбик который у нас последний даже столбик нужно будет ставить в раскол крючок таким образом вставляем в раскол немножко тяжело первый ряд нужно постараться вставляем в раскол вот сюда с обратной стороны у вас выходит рабочую ниточку мы делаем снизу вот таким образом вставляем вот эту петельку вот так и протягиваем рабочую нить через петельку и через вот эту галочку в расколе нужно вытащить нашу рабочую нить вот сюда вытащить вот таким образом вытягиваю на крючок провязываем и начинаем наш второй ряд как уже говорила этот узор галочки называются раскол и теперь мы будем вязать таким образом то есть нужно будет в каждую галочку в раскол вставить и провязать столбик без накида еще раз в раскол вот сюда вот сюда в раскол первый ряд немножко сложнее то есть вот с обратной стороны вот тут выходит наш крючок вставляем рабочую нить протягиваем ее и провязываем столбик без накида еще раз в раскол вот сюда вот сюда вот сюда притягиваем провязываем вот в итоге у нас получается вот такой вот узор косички галочки вяжем до конца ряда и таких рядов нам нужно будет провязать как я уже сказала три провязала я первый ряд вот уже формируется стеночка нашей коровинки еще раз покажу как соединить узор косые галочки и так значит ниточка петельку немножко вытягиваем в верхнюю косичку первого столбика вставляем крючок вставляем крючок одеваем крючок нашу петельку вытягиваем ее в последний столбик вот он у нас в раскол вставляем крючок одеваем одеваем эту петельку на крючок рабочая нить должна быть под петелькой таким образом все одеваем рабочая нить у нас там и протягиваем рабочую нить через петельку и через галочку вытягиваем делаем соединение вот таким образом и как я уже сказала нужно будет провязать три вот один у меня уже есть мне еще нужно провязать два ряда но опять же это не панацея если вы хотите чтобы стенки ваши корзинки были выше можно связать 4 5 6 как вам больше нравится ну вот для корзинки диаметром 15 сантиметров мне кажется что это оптимальное количество рядов и оптимальная высота ну это опять же на усмотрение каждого если желаете чтобы были стенки выше соответственно здесь нужно будет повязать уже на ней три ряда то есть общее получается 4 то есть это первый у нас был столбики без накидов вот пошел узор галочки 1 2 3 нужно провязать 5 6 и так далее как вам больше нравится и так вяжем ну я вяжу еще два ряда так я связала необходимую высоту у меня получилось 4 ряда то есть первый ряд это был столбики без накида и последующие три ряда это узор галочки в раскол сейчас мы будем отрезать нить и менять ниточку я отрезаю и делаем соединение по тому же принципу верхнюю косичку первого столбика мы протягиваем но уже протягиваем не вот эту ниточку мы вытягиваем полностью вот таким образом верхнюю косичку протягиваем вытягиваем и теперь с обратной стороны я возьму крючок поменьше чтобы было удобнее вот сюда вот в эту перемычку и в раскол в раскол последней косички я вставляю крючок и протягиваю эту нить через косичку и перемычку вытягиваю ниточку вытягиваю ниточку здесь мы поправляем подтягиваем вот у нас получился вот такой краешек и ниточку здесь мы уже прячем так используйте крючок меньшую размеру тогда будет удобнее протягивать и прятать эту нить вот так вот так здесь прошу и еще раз прячем вот таким образом здесь все поправили и лишнюю ниточку мы обрезаем так ниточку мы спрятали и теперь мы меняем нить и приступаем к вязанию уже другой нити и будем вязать его нити другим узором узор состоит из двух рядов и мы начинаем с первого ряда начинаем в любом месте я вот отсюда начну первое что мы делаем берем нить другого цвета между чик так вот так цепляем первая зацепляем так протягиваем петельку и делаем петельку подъём все вот теперь и приступаем уже сзади узора каждую петельку мы делаем вот такую протяжку 1 2 3 на крючке у вас должно быть раз два три четыре петельки и через все эти четыре мы протягиваем рабочую нить протянули и зацепили дальше вот в эту через последнюю которую мы уже протягивали через нее уже протягиваем первое вторая протяжка делаем протяжки подлиннее чтобы лепестки вот этого узора цветочек были такие длинненькие не сильно длинные такие средние длины так 1 2 3 вот у нас 4 петельки на крючке и через все четыре мы протягиваем рабочую нить зацепляем так у нас получается продолжаем в эту же раз следующую 2 еще в 1 3 1 2 3 4 у нас здесь протягиваем рабочую нить через все четыре и так вяжем до конца ряда это будет первый ряд нашего с вами узора еще раз покажите вот в эту же 1 3 протягиваем пастушка ниточка у меня там спрятана этот кончик можно тоже будет потом прятать вяжем до конца ряда я довязала первый ряд нашего узора и сейчас мы приступим ко второму ряду делаем соединение вот сюда вот где у нас три лепесточка выходят не вставляю крючок протягиваю вот эту петельку вытягиваю с изнаночной стороны немножко потяну опять же в последнюю вот эту петельку вот сюда в косичку я вставляю крючок одевая нашу петельку которую вы тянули с изнаночной стороны немного подтяну что было потуже и через эту петельку и вот сюда я вытягиваю рабочую нить делаем воздушку петельку подъема и приступаем к вязанию второго ряда значит мы делаем вот сюда протягиваем петлю и вот сюда вот где у нас идет лепесточки вот-вот-вот воздушечку вот тоже протягиваем уточняю один момент в начале ряда у вас на крючке будет всего раз-два-три петельки 3 через все три протягиваем рабочую нить зацепляем воздушкой и следующий в эту же вот сюда на носку вытягиваем нить затем вот сюда вытягиваем нить и вот 4 будет вот сюда 4 быть вы и и вот все последующие уже у вас будет по 4 петельки 1 2 3 4 через все 4 протягиваем нить делаем воздушку снова сюда же и у вас уже четыре раз два три четыре протягиваем воздушку сюда же вытягиваем вытягиваем вот сюда сюда тоже вытягиваем и через все четыре втягиваем рабочую нить зацепляем вот в итоге у нас получается вот такой вот узор это будет второй ряд нашего узора вяжем до конца довязала второй ряд вот такой узор получился у нас цветочки паучки и у нас остался последний ряд для того чтобы закончить нашу корзинку мы будем менять нить эту нить мы обрезаем делаем соединение точно так же как мы делали соединение с предыдущей нитью то есть протягиваем возьмем крючок поменьше и получается вот сюда раскол нужно будет ставить и вот сюда крючок ниточку подтягиваем и вытягиваем ее на изнаночную сторону здесь мы подтягиваем хвостик прячем таким образом лишнюю нить так наша корзинка почти готова не забывайте после того как свяжется трикотажное изделие его отпарить придать нужную форму это обязательное условие потому что в любом случае чекотажка тянется нужно и придавать форму с помощью пара будет очень красивая форма и последний наш ряд меняем нить это простой будет ряд мы делаем всегда неважно где зацепляем делаем петельку подъема таким образом и наш последний ряд это столбики без накида в каждую петельку самый мгновенные столбики без накида в каждую петельку вот сюда тоже вот в этот проем обязательно хвостик прячу хвостик вот я прятаю туда и так мы вяжем до конца нашего ряда столбиками без накида в каждую петельку я довязала последний ряд нашей корзинки уже обрезала ниточку сейчас я ее спрячу цепляем еще раз покажу как через первую петельку протягиваю с обратной стороны показываю вот сюда это была последняя петелька перемычку в раскол галочки хорошо я подтягиваю у нас получается красивый ровный вот краешек эту ниточку мы прячем с изнаночной стороны и лишнюю обрезаем прячем и лишнюю потом я обрежу ну вот наша корзинка с вами готова осталось ее декорировать можно не декорировать оставить вот такой вариант я декорирую вот такими вот цветами от классными заказываю их на алиэкспрессе пришиваю вручную иглой второй вариант можно приклеить и на клеевой пистолет в общем готовая корзинка здесь у меня я чередовала цветы с бусинами на вашу фантазию на ваше усмотрение я желаю всем хорошего настроения и творческого вдохновения стекли на involvement дов верху водопад толпDo equ concentration лак принимается голов多 тут лак 你 я